Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня на канале «Здоровый образ жизни» мы будем говорить о здоровье наших сосудов. Многие из нас не задумываются о здоровье сердечной сосудистой системы, она так важна для нашего здоровья. Ведь она одна из важнейших систем организма. Она обеспечивает жизнь в организме и беспрерывно осуществляет циркуляцию крови по всему нашему телу. Здоровым сосудам мы благодарны за нормальную работу всех внутренних органов и, конечно, наше общее хорошее самочувствие. Вообще, наиболее частой причиной смерти в самом продуктивном возрасте, к сожалению, у человека является как раз сердечно-сосудистые заболевания. В этом видео я подобрала для вас информацию, какие продукты будут защищать и оздоравливать ваши сосуды, а также какие меры и способы помогут поддержать здоровье сосудов и повысить их эластичность. Укрепить тоже, конечно. Досматривайте видео до конца, будет интересно и, конечно, полезно. И, друзья, подписывайтесь на канал, жмите на значок-колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых, интересных и познавательных роликов. Итак, поехали. Первые признаки, которые указывают на начало возникновения проблемы с сосудами, это когда у вас, например, появляется уже головокружение, мелькают мушки перед глазами, шум в ушах. Отмечаете ухудшение памяти, какую-то заторможенность, у вас частая усталость. Эти симптомы – прямой призыв к тому, что нужно укрепить стенки ваших сосудов. Ведь проблему всегда проще предупредить на ранней стадии, чем потом уже решать. И самое простое и важное решение – это скорректировать режим питания и, конечно, его качество. Итак, переходим к продуктам и витаминам. Начнем с витамина С. Витамин С снижает уровень давления и укрепляет стеночки сосудов, стимулируя выработку коллагена. Но, кроме того, исследования показывают, что прием витамина С заметно снижает количество плохого холестерина и избыточных триглицеридов в крови, что уменьшает риски развития болезней сердечно-сосудистой системы. Многие ассоциируют витамин С с цитрусами. Лимоны и мандарины действительно очень богаты витамином С, но рекордсменами их назвать очень сложно. По содержанию микроэлемента их опережают облепиха. В одной столовой ложке, которой витамина С, как в двух лимонах, болгарский перец, шиповник, черная смородина, киви, петрушка, гуава – очень богаты витамином С. Надо учесть, что витамин С быстро разрушается под воздействием тепла. Поэтому фрукты и овощи лучше употреблять сырыми и не термообрабатывать. Поскольку организм не накапливает большое количество витамина С, свежие фрукты и овощи рекомендуется употреблять ежедневно. В течение последних лет взрослый интерес к роли омеги-3 – первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3 кислоты очищают стеночки наших сосудов от избытка плохого холестерина, предотвращая образование холестериновых пляшек, улучшают вязкость крови и нормализуют артериальное давление. Также повышают уровень хорошего холестерина, это очень важно, укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что повышенное потребление в пищу морской жирной рыбы, как источника омеги-3, часто связано со снижением смертности, а также распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3 присутствует также в таких продуктах, как льняное масло, семена чиа, масло семян чиа, масло грецкого ореха. Можно также использовать просто ядра грецкого ореха. Омегу-3 можно употреблять и в качестве добавок, это очень удобно и по факту дешевле, чем, например, каждый день есть лосось, где омеги больше всего. На моем канале есть отдельное видео, как выбрать качественную омегу, ссылочка появится здесь сейчас на экране сверху. Идем дальше. Такое вещество, как кремний, он сильно влияет на повышение эластичности сосудов и можно получать его из натуральных продуктов и также употребляя биологически активные добавки. Кремний есть в злаковых, есть в корнеплодах, таких как крепа, свекла, морковь. Он есть в таких фруктах, как персик, абрикос, слива. Также он есть в орехах и кисломолочных продуктах. Следующий важный для сосудов витамин – это витамин П. Этот витамин водорастворимый, он укрепляет стеночки сосудов и этот витамин способен уменьшать проницаемость и ломкость капилляров. А также он обладает хорошим противовоспалительным действием. Вообще, если мы говорим о витамине П, вообще он такой малоизвестный, о нем редко говорят, но он очень важен. Он нормализует и поддерживает структуру и проницаемость, а также эластичность всех кровеносных сосудов. Еще он профилактирует склеротические поражения, а также поддерживает артериальное давление в норме и способствует расширению сосудов и также предупреждает отеки. Если в рационе не хватает витамина П, то проницаемость капилляров может сильно повыситься. И из-за этого можно будет даже увидеть такие выступающие какие-то такие синие ниточки на коже. Это небольшие кровоизлияния на слизистых и на коже. И это сильно вредит нашей сердечно-сосудистой системе. Витамин П содержится в таких продуктах, как овощи красного цвета, все цитрусовые, в гречке, в зеленом чае, в черноплодной рябине, в шиповнике. Кстати, настойка из шиповника очень полезна для наших сосудов. Самого витамина П много в землянике, малине, облепихе, вишне. Хотите иметь гибкие эластичные сосуды, включите в рацион куриные яйца. В них содержится ударная доза витамина А, витамина Е, витамина Д, также витаминов группы В, кальция, калия, фосфора, магния, натрия, хлора, железо, цинка. А рецитин в его составе поможет растворять пляшки на стенках кровеносных сосудов. Что еще могу вам порекомендовать? Так, ну бобовые, они укрепляют стенки капилляров и вен, так как содержат вещество, способствующее выведению холестерина. Фосфор богатым витамином П, а в горохе много витамина Е. Еще один замечательный продукт для наших сосудов это чеснок. Это источник аллицина, который предупреждает развитие атеросклероза и снижает риск образования тромбов. Понижает артериальное давление также. А вот, например, зеленый чай. Это прекрасный антиоксидант, предотвращающий ломкость сосудов. Чай для сосудов полезен еще и тем, что разрушает жировые отложения на их стенках и препятствует образованию холестериновых пляшек, которые могут привести к закупорке непосредственно сосудов. Чай, особенно зеленый или улун, поможет уберечься от этой неприятности. Важное правило при употреблении чая, это, конечно, норма его, то есть умеренность. Кроме того, если вам врач прописывает какие-либо лекарственные препараты, подменять их этим пусть и полезным напитком, конечно, не стоит. Включайте в свой рацион морскую капусту. Результаты исследования американских ученых в области медицины свидетельствуют о том, что добавление в рацион человека морской капусты в любом виде, даже в составе готовой пищи, даже в виде приправы, способствует понижению риска возникновения проблем с сердцем и сосудами. Морская капуста имеет высокое содержание йода, а йод повышает защитные свойства наших сосудов и улучшает обмен веществ и значительно снижает риск тромбообразования. Не могу не посоветовать мой любимый фрукт авокадо. Это удивительный продукт, я даже записала о нем отдельное видео и обязательно посмотрите его. Авокадо очень ценный источник полиненасыщенных кислот омега-3. Авокадо снижает уровень холестерина в крови и препятствует возникновению холестериновых бляшек, которые впоследствии могут затруднить свободный ток крови. Что еще можно добавить в свой рацион для укрепления сосудов? Добавьте оливковое масло. Употребление качественного оливкового масла и в виде, например, заправки для овощных салатов предотвратит образование холестериновых бляшек в кровеносных сосудах, а также способствует общему оздоровлению всей сердечно-сосудистой системы. Несколько лет назад такой авторитетный медицинский журнал «Архивы внутренней медицины» опубликовал любопытные факты, касающиеся греческого оливкового масла. Специалисты доказали, что регулярное употребление именно греческого оливкового масла способствует защите и укреплению коронарных сосудов и обеспечивает бесперебойную работу нашего сердца и, конечно, снижает тем самым риск возникновения инфаркта. Вот еще один очень болезненный и доступный фрукт – это яблоки. В яблоках содержится огромное количество ценных витаминов и микроэлементов. С позиции здоровья сердечно-сосудистой системы можно назвать важнейшими такие вещества, как флавоноиды и пектин. По результатам исследований ученых, флавоноиды на 50% снижают развитие заболеваний сердца, а пектин очищает стенки сосудов от плохого холестерина. И чем меньше холестерина, тем здоровее сердечно-сосудистая система. Яблоки благотворно влияют на при низком кровяном давлении и отвердевании сосудов, потому что они мощный очиститель крови. Еще хочу с вами поделиться такой интересной информацией. Ученые доказали, что гранатовый сок чистит артерии, спасая их от закупорки. В гранате огромное количество витаминов С, В, витамин В, а антиоксидантов в нем больше, чем даже в зеленом чае. И в нем также содержится не менее 15 аминокислот и различные макро- и микроэлементы. Способность сока граната очищать артерии, способствовать лечению сердечно-сосудистых и других заболеваний подтвердили клинические испытания, которые были опубликованы в медицинском журнале «Клиническая нутрициология». И проводили исследования израильские ученые в течение года. Гранатовый сок в течение 3, 6, 9, 12 месяцев пили пациенты в возрасте от 65 до 74 лет. В результате выяснилось, что продолжительность употребления сока напрямую влияет на средний слой артерий, который воспаляется и заполняется бляшками. Чем толщина меньше, тем выше риск полной закупорки артерии, что приводит к серьезным повреждениям или даже детальному исходу. У тех, кто пил сок в течение всего года, этот показатель снизился более чем на треть, на 35%. Также отмечено, что у участников эксперимента, употреблявших гранат, наблюдалось значительное снижение интенсивности окислительных процессов, влияющих на появление атеросклероза. Так что рекомендую гранат, не зря его называют пищей богов. И что еще хочу сказать вам, друзья мои? Всегда помните, что коррекция веса, отказ от курения, физические упражнения, употребление достаточного количества воды – это вторая важная составляющая здоровья наших сосудов. Благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Я очень ценю ваше внимание. И меня очень вдохновляет всегда ваше внимание на подготовку новых интересных материалов для вас. Если это видео вам понравилось, надеюсь, вы выделите еще пару секунд, чтобы поставить ему лайк. А прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть еще очень важное, интересное видео про витамин С в липосомальной форме. О важности этого витамина для сосудов я уже говорила в начале видео и не только в этом видео. Но здесь вы сможете узнать больше информации. Поддерживать норму витамина С без использования медикаментов и биологически активных добавок не так уж сложно. Для этого нужно соблюдать сбалансированную диету и простые правила здорового питания. Однако, если дефицит витамина С все же возникает, врач может назначить лекарства или добавки, содержащие его в повышенных дозах. Ссылочка на видео у вас только что появилась на экране. А также ссылочку я оставила и в описании. Обязательно переходите и посмотрите его. А сейчас я с вами прощаюсь и до встречи в следующих видео на канале Здоровый образ жизни. Здоровья вам и вашим сосудам! Здоровья вам и вашим сосудам!